Ассаляму аликум, друзья! Как видите, я сейчас нахожусь напротив стадиона West Ham United. Очень красивое и интересное место. Я думаю, многие фанаты футбола хотели бы сюда приехать и посмотреть. Прежде чем начать показ видео, я хотел бы вам рассказать о попытке, о моем попытке податься на беженство и дальнейших моих действиях. Я попробовал податься на беженство в Лондоне, но, увы, у меня не получилось. Я приехал в home office, встал в очередь с утра на прием, и как моя очередь подошла, я показал свой просроченный паспорт миграционной службе. Он посмотрел на мой паспорт, я сказал, я хочу податься на беженство на английском, он сказал окей. Я посмотрел на мой паспорт, напечатал что-то на ноутбуке и после дал мне листок бумаги, сказав, мы не можем вас принять сегодня. И позвоните по этому номеру, забряните себе дату и время, чтобы вас приняли. И после я пару дней пытался дозвониться, звонить им, пробовал забронировать себя на прием, но, увы, все бесполезно. Потом узнал про Канаду и решил подать заявку на визу по упрощенной программе для украинцев. И очень быстро получил канадскую визу. 7 мая я уезжаю в Испанию на остров Ибицу. Хочу пару дней отдохнуть, разобраться с мыслями, составить план дальнейших действий. И отдохнувшись, поехать в Канаду за новыми приключениями, можно сказать. Поэтому, ребята, те, кто не подписался, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Будет очень много интересного. Поехали! Доброе утро, друзья! Сейчас я вышел на работу. Время у нас 6 утра. Работатель каждое утро отправляет нам такси, так как работа находится за Лондоном. Сейчас такси приехал и ждет меня за углом. Посмотрим сегодня, какая машина будет. Сегодня у нас получается красный Lexus. Сейчас я сяду и поеду. Работа находится в городе Флит. От Лондона до Флита на такси где-то занимает часа-болтора. А для вас, друзья, будет пару минут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вышли из такси. Время у нас 7.26. Еще есть время переодеться и пойти дозавтракать. Сейчас переоденемся и пойдем в Мактональдс. Вот так вот мы завтракаем и утром. Все, получилось 4.09 фунтов. Отлично, плотненько позавтракали и теперь можно работать. Как видите, ребята, здесь такая же специфика работы. Вначале подготавливаем клей, подготавливаем все нужные материалы, там инструменты. И потом потихоньку начинаем работу. Вот такой вот объект, ребята. Частный дом. Тут такая же работа у нас. Ложим плитку. Такая же специфика работы. Вот так вот плитка выглядит. На этом углу стены, где я сейчас работаю, до меня другие ребята ставили плитку. Они немного неправильно поставили, что углы не совсем совпали. Одна сторона плитки наверх уходит на 2 сантиметра, а другая вниз почти на 3. Мне пришлось убрать несколько рядов плитки с обой стороны, чтобы заново плавно соединить их. Но для начала надо все измерить до миллиметров с лазером и уровнем. Чтоб под конец все совпало. Продолжение следует... Вот так вот получилось, ребята. Сделали все, что смогли. Когда будут уголки, будем ставить тут уголки. Пошли обедать. Время у нас 12.00. Идем на брейк на полчаса. Сейчас я пойду, куплю в Макдональдс что-нибудь покушать. Тут Макдональдс находится недалеко. Это 5 минут пешком. Вот так вот и обедаем. Кола, 2 чекенбургера, мороженое и шаурма. Похоже на шаурму. Все это обошлось 6,5 фунтов. Плотненько покушали и теперь можно дальше работать. Субтитры сделал DimaTorzok Время у нас 14.30. Вышли на второй брейк. Сейчас идем угадать куда. Опять же в Макдональдс. Сейчас я просто мороженое и колу возьмем. Вот так вот мы второй брейк проводим. Мороженое и кола. Закончили второй брейк. Время у нас ровно 3. Идем дальше работать. 16.30 Заканчиваем работу. Потому что надо спеть до поезда. Поезд стартует 17.10. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И надо ждать уголков. Когда уголки придут буду уголки ставить. А пока что с понедельника буду тоже ботингом заниматься. Засерки делать. Сейчас спускаемся вниз и идем домой потихонечку. Сперва моем все инструменты чтобы они были чистыми. Вот братан чистит инструменты. Работодатель докинул нас до железнодорожной станции. Сейчас в 5.10 придет поезд. Мы сядем и поедем в Лондон. А вот и наш поезд назначенное время приехал. Сели на поезд. Купили билет до Лондона. Билет стоит 19.30 пока мы в дороге хотел бы рассказать по поводу самой работы. Мы работаем с 8 утра до 5 вечера но мы на 30 минут раньше заканчиваем работу чтобы успеть на поезд. На дорогу на троих человек мы тратим 160 фунтов в день. Утром на такси приезжаем а вечером на поезде уезжаем. Работодатель оплачивает все расходы на дорогу. Работа у нас day work получается. Мы получаем зарплату как за рабочий день. В день мы получаем по 165 фунтов. Работа 6 дней в неделю. Как я ранее в прошлом видео говорил мастера зарабатывают по 160 по 150 фунтов в день. И это не предел можно и больше. А вот если работать на прайсе минимум 300 фунтов в день вы сделаете. А чтобы получать такую зарплату у вас должны быть знания в этом направлении опыт работы и конечно же иметь при себе нужные инструменты. А если вы недавно на стройке работаете то вы всегда можете научиться как я научился. Главное чтобы у вас было желание друзья. Сейчас пришли на станцию Waterloop вот так вот называется вам надо Waterloop ну и сейчас будем проходить. как видите ребята мне Аркадь не выпустила заходите я зашел с этим билетом обратно выйти не выпускает спускаемся вниз сядем на метро поедем дальше спускаемся на дюбилайн а потом у нас перезапка через 4 станции вот и дюбилайн спускаемся вниз там сядем так ищем свою платформу вот и наш метро подъехал вау сколько людей там сейчас вышли с дюбилайн центр лайн сейчас идем от центр лайн центр лайн вторая платформа молодой наш вот наша станция идем к выходу все вита пошел в другую сторону сейчас с другой стороны сядет автобус и дальше к себе поедет мой дом вот здесь вот недалеко находится вот мой дом в этой стороне вот такое вот здание у меня второй подъезд первый этаж как как вы все видите друзья я все рассказываю и показываю на своем примере и особенно для тех людей все это делаю которые решают приехать или нет рискнуть или не рискнуть или просто бояться что возможно ничего не получится да возможно у вас ничего не получится но это не значит что вы проиграете если в эту страну не получилось приехать то попробуйте в другую но не сдавайтесь каждый промах каждая неудача или падение это опыт чем больше опыта тем больше шансов получить то что вы хотите или же к чему вы стремитесь не бойтесь делать шаг вперед всевишний любит людей терпеливых смелых и тайно творящих добро иншаллах у вас все получится друзья я